РАЗНОТРАВИЕ. СКАЗКИ Вместо предисловий РАЗНОТРАВЬЕ. ХОРОШЕЕ СЛОВО. ТЕПЛОЕ. ЛЕТО ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, СОВНЕЧНОЕ ТАКОЕ. Трава уж как минимум по пояс, цветет все, горячий воздух, напитанный медвяным духом, активно сотрясается крыльями пчел, бабочек и прочих стрекоз. Опять же, чуть позже, сенцо, на котором так и тянет поваляться, лениво думая о чем-нибудь приятном или же сочине какую-либо безделицу, а где трава да осенцо, да солнце над лугом, там и молоко парное, и продолжать можно до бесконечности, и нет этой бесконечности приятнее. А еще, разнотравье, а точнее, разнотравье, а еще точнее, разнотравое, так эти добрые люди предпочитают себя величать, это, Михаил, Рыба, Посадский, Вячеслав, Ворот, Каменков, Валерий, Валда, Ершов, Павел, Пашка Страшный, Давыдович, Анна, Данилов, Павелко, Холодякова, Александра Никитина, Митя Кузнецов и Патурай Владимир, такожи и в миру. Все вместе, группа из Рыбинска, что в Ярославской губернии, из Пашихонского тубиш-уезда. Играют, как несложно догадаться из названия, добротный славянский фолк, подмешивая в него изрядную долю всяческих современных новомодных веяний, отчего их музыка становится только интереснее. 0О разнотравской музыке можно говорить долго и со вкусом, но лучше ее один раз услышать, что можно сделать, например, на сайте группы http2. 7А вот о чем сказать хочется, кроме чудных песен своих пишут ребята замечательные сказки, особенно Патурай и Рыба преуспели в этом, к слову, 1первый еще и инструменты музыкальные творить да правит, вторую же большую часть песен сочиняет. 9И хотя герои этих баек, сами музыканты и их друзья, читать их приятно и тем, кто не знает ничего ни о группе, ни о ее участниках, ну, а тем, 2кто знаком с разнотравским творчеством, тем вдвойне занятно. 2Да вот вы хоть сами попробуйте. 9Дм. урюпин 0Про Еремеевну 7Семеро их, семеро их, семеро их с ложками, семеро по лавкам их. 8Был ли ян-то на самом деле, точно, однако, не скажу. 9Поговаривают будто не было вовсе никакой бабки, и что случай ян-тот, весь как есть выдуманный. 8Ничего мол такого этакого. 8Даже и близко мол не было. 9Но все ж такие обстоятельства складываются в пользу. 9Иной раз кто-то возьми да избрехни что-нибудь такое, что не иначе как к этому запутанному делу только и относится, 9Я-то поначалу конечно тоже пребывал в неясности, одни одно говорят, другие, другое, не разберешь. 9Да и утихло было дело, то, не вспоминали давно. 9Кого не спросишь, а помню, да не знаю, вроде было, да вроде как и нет. 9Вообщем утихло. 9Ну, я уж было и решил, мне одному и пригрезилось. 9На вроде как во сне. 9Но уж совсем как-то красочно и в подробностях. 9Ну да ладно, вроде забылось. 9А тут как-то послебай на седин на веранде. 9Хорошо так. 9Попарились-то добро, а тут тебе и чай крепко и все такое прочее. 9Самовар горячий блестит, в ем абажур отражается, вкруг которого мушки всякие кружатся, в общем в мире как бы равновесие какое-то образовалось. 9Да под хорошую-то закусочку, как говорится. 9Ну и посидели. 9Добро. 9Тут и разговоры всякие об разном. 9Тут тебе и про устройство вселенной и виды на урожаи прабаб, разумеется, тоже как уж без них-то. 0Но за разговорами время проходит, пространство как водится тоже убывает. 9Стемнело. 9Звезды на небе яркие, яркие. 4Мерцают. 8Климатические условия располагают к философии. 9Ну и потихоньку-то угомонились все, сидят на крыльишке, на звезды смотрят, курят, молчат. 9Одним словом, равновесие. 8И тут, слышу Эволдышкин голос. 9Тихо-так.Но я-то близюхонько сидел и все как есть разобрал. 9Вообщем слышу, – не убивал я бабки Еремеевны. 9И все. 9Так и сказал. 9Подхожу я к нему, а он за столом сидит, голову на кулак положил, глаза закрыты, вроде спит. 9Я ему, значится, Эволдушка, Эволдушка. 9Нет, смотрю, в самом деле спит. 9Будить, конечно, я его не стал, но сам крепко задумался. 7Выходит было. 9Вообщем, отпишу все как есть. 1Жила, была, значит, такая бабка, бабка Еремеевна. 9Махонька и такая старушонка. 9Сидела она на печи. 9Как помню, все время так и сидела. 9Не слезам ши. 9В общественно полезном труде никакого такого участия не принимала. 9Ни тебе посевная, ни тебе битва за урожай, ничего такого, сидела на печи. 9Да кабы только. 9А то ведь частушки пела. 9Да такие скверные, что аж до неприличности. 9Сидит, ноги свесила, валенками по печке стучит и частушки выкрикивает, карактер свой склочный обнажат. 9Тут уж как водится и ненормативная лексика присутствует, ну да че уж, жанр фольклорный, ничего не поделаешь. 9Частушки то иньте она на ходу сочиняла, и нет бы пела себе неконкрехтно, а то ведь все об личностях. 9То Алексею тихому по хребту пройдется, то шульцу на хвост наступит, то патурашку как-нибудь назаденет. 9А Пашке так очно любо ей было на уши наступать. 9Образно, конечно, дело. 9Одного уратейку любила. 9Никогда его в частушках не обидят. 9Все ласково так его, нежно как-нибудь, вроде, словахде, да словахде. 9Дохде уж как не в Вологде. 9Ну и тому подобное. 9Любила его. 9Да и остальные вроде как особо-то не обижались. 9Че обижаться. 9Она тут с покон веков сидит. 9Пусть себе. 9Не мы сажали, так не нам и снимать. 9Иногда, конечно, и больно кольнет. 9Походишь часок-другой, поигрызаешься, а там глядишь и забудется. 9А так все улыбались. 9Вроде и весело как-то. 9Вместо родива. 9Орет себе и орет. 9К ночи угомонится. 9А нет, так подушкой кинешь на звук. 9Попадешь так и заткнется. 9А иной раз молчит. 9Так походишь по дому-то, половицы поскрипывают как-то непривычно. 9Скучно одним словом. 9Так сам и подойдешь и как бы невзначай так, 9'А что, бабка Еремеевна, что там у нас али ша Тихой, али вратейка, али шульц, али шо какой-нибудь за ней и ничем. 9Но она и запоет. 9Недолго упрашивать. 9Да и редко такое бывало и чтобы молчала. 9Обычно то с первыми петухами. 9И шо глаза продрать не успеешь, бивашь по дому-восподнем, и шо ш чем опахнуться, а она уж тут как тут со своей трибуны тебя и 3прещучиват, мол, как оно, сутрица. 9Головушка-то буйно не побаливает. 9Ты иной раз совсем помирашь, да так и страдания, что шо не сразу вспомнишь кто сам такой, да как сюда попал, а она зная себе вешет, 9сушность свою антинародную всю как есть выявляет. 9Сама-то хоть сестерну выжрет, хоть бы хрен, крепкая была старушонка. 9А на язык-то уж чистая стерва. 9И вот уж однажды поет себе поет, и об Алешеньке и о Пашке, вопчем все как водится. 8И вдруг об Валде что-то совсем уж скверное пропело. 9Точно не вспомнишь теперь пословесно-то. 9Но уж что-то такое непристойное, что аж все замерли. 8Сидят так и смотрят поочередно то на Валду, то на бабку Еремеевну. 9Да и она притихла. 9Посидела так посидела повернулась задом, да и забралась в углу пполока. 9А там темно не видать. 8Похоже, что и сама испугалась, может нечаянно как-нибудь вырвалась. 9А уж Валдушка-то сидит и от ярости-то весь так и вскипает. 9Но сдерживается. 9Под столом-то заметно как косточки на кулаках побелись. 9Желваки на скулах так и перекатываются. 9Смотрят в темноту, куда бабка Еремеевна уползла. 9Мы уж тоже перепужались, парень-то горячей, авось и сотворить-то греховное. 9Напряженность возникла. 9А Валда сидел-сидел так, потом схватил со стола папиросу, дунул в нее, силушки богатырской и не жалеючи, спички в кармане галифейна ошарил, 9глянул еще раз на печку, хмыкнул этак зло как-то, да и вышел во двор. 9Дверью, правда, не хлопнул, аккуратно так прикрыл. 9На утро бабка молчком. 9Ну да как обычно, Еремеевна, да Еремеевна, что там у нас? 9Во-пчем снова запела. 9Так, потихоньку и забылось все. 9Со временем Валдушка заулыбался, но все решили что отошло. 9Заулыбаться-то заулыбался, да коли присмотришься, глаза-то недобранные. 8Ходит вроде ничего, да так иной раз на Еремеевну глянет, что жуть берет. 9Да никто вроде и не замечал. 9Во-пчем вроде как инцидент исчерпан, все улеглось. 9А тут как-то, много уж времени с того минуло, никого в доме не было, то ли синакос, то ли и шокок и битва, вопчем одна бабка Еремеевна на печи сидит 9скучает. 9В одиночестве-то орать как-то несподручно. 9Сидит в тишине, наблюдат как муха в окно бьется. 9А та стучит себе башкой в стекло, жужжит, интересно. 9И тут вдруг шаги на крыльце, да не громко так, будто бы и не спеша как-то даже точка срип, скрип. 9Петли легонько визгнули. 9Вот уж и на мосту шаги, и все не спеша так, не спеша. 9Бабка-то насторожилась, вроде и собака не лаяла, кому бы быть-то все свои вроде бы ушли по делу. 9Тут и дверь отворяется. 1Бабка уж и занавесочкой прикрылась, одним глазом на дверь посматривать, страшно. 9Глядь, а это Валдушка! 9Кортос на стол бросил, сапоги снял, портянки на перегородку стул аккуратно развесил. 9Усталый весь такой, уработался видать. 9Но у бабки от сердца-то и отлегло. 8Осмелела. 9- Что, Валдушка, устал-поди? 9- Устал, Еремеевна. 9- Так посиди, отдохни. 0А то самоварчик поставь и сугрей, поди и пироги-то еще не щерствели. 9- И-то верно, Еремеевна. 9Изволь, поставлю-ка и самоварчик. 9- А то и покури. 9Табачок-то вот насох. 9- Добро, однако, Еремеевна. 9Пожалуй и покурю. 9Табачок знатный. 9Практически оки, джетан, какой-нибудь хранцузской табачок-то у нас нонча нарос. 9Пожалуй что и покурю. 9Ну и сидят так. 9Самовар поспел. 9Чаю свежего заварили, слипаю. 9Пироги и шо вчерашние, глядишь, остались, не все воротейко стрескал. 9Попили чаю. 9Хорошо. 9Аж пот выступил. 8Валда табачок помял, самокруточку аккуратненькую такую сладил. 9Посмотрел на нее, самому любо. 0Раскурил. 9Сидит, нога на ногу, дым многозначительно об потолок выпускат, молчит. 9А Еремеевне скучно в тишине. 9Почитай с полдня так уже просидела. 9Ну, не утерпела, а что, Валдушка, нет ли чава нового на деревне? 9Ну, Валда помолчал, дымоток медленно кольцами выпустил. 9Говорит, да нет ничего нового, Еремеевна, все по-старому. 9Опять молчат. 9- А об чем люди на деревне толкуют? 9- Да все об том же. 9Снова тихо. 9Ну, Еремеевне все никак с покоем-то не сидится. 9Все свербит ей чего-то. 9Валдушка, да Валдушка. 9А тот все молчком. 9Ей ей тоскливо. 9Ну, не стерпела опять, 9- Валдушка, ты бы хоть сказал чего. 9А то уж скучно. 9Совсем. 9Чего уж так-то. 3- Скучно, говоришь? 9- Ой скучно, Валдушка. 0Почитай с утра ведь все одна да одна. 9Никто не зайдет, добрым словом не приветит. 9- Скучно, значит? 9- Да уж не скажи. 9Так скучно, что аж смерть. 9- Ну а знаешь ли ты, Еремеевна, что такое, Фус? 9- Нет, Валдушка. 9Ни разу не слыхивала слова такого. 9Разве что, Конфус? 9- Нет, Бабка. 9Натурально, Фус. 9- Нет, Валдушка, не слыхивала. 9- Ну так сейчас услышишь. 9Скачивал до со стула, самокрутошку об пол швырнул, шлепанцем растер и на ушасть за дверь. 9Тут на чердаке что-то загромыхало, попадало, кошка заверешила, видно на хвост ей и Валдушка по нечаянности ступил. 9Тут, значится входит в дверь, да очагой-то спиной. 9Еремеевна даже с полока наклонилась, чтобы получше разглядеть, что он е-то там Валдушка за собой-то сшит. 9Глядит, втаскивает Валда в дом какой-то шкап. 9Черный какой-то, в пыли весь, большой такой шкап, с решетками, и уж и видно, что тяжелый. 9Еремеевна смотрит, удивляется, отродяясь такого странного шкапа не видывала. 9А Валда ползает вокруг его, сшелкает что-то, какие-то провода к нему прилаживает. 1Вроде как все сделал. 1Огоньки засветились. 9Красненькие, зелененькие. 8Висело. 9Валда-то опять на чердак вошаснул, да на ин тот раз быстро обернулся. 9Притаскивает каку-то штуку. 9Со стороны вроде как была лайка, только побольше и так же черная, как и большой шкап. 9Счас, Еремеевна, щас, бормочет и чей-то снова все прилаживает. 9Балалайку-то на себя навесил на ремень, значится, воротник выправил. 9Интеллигентно так. 6Счас, щас, мол, Еремеевна. 9Ручки какие-то повертел, наклонился, педальку каку-то потрогал. 9Обычная педалька, вроде как от трахтура, к чему бы. 9- Ну вот, Еремеевна,- говорит, а сама улыбается,- натурально как щас узнаешь, что такое, фус. 9Кнопочку каку-то нажал, потрескивая не пошло. 9Потом на педальку-то как наступит. 9Сначала-то завизжало чей-то, а потом как жахнет. 9Еремеевна с полока так и слетела. 9Тут и посуда посыпалась, валенки-спички попадали, Еремеевну ватничком сверху накрыла. 0Со стены репродукции сорвало взрывной волной, окошко, так-то и вовсе по комнате залетало, по стенам, да по потолку бегает, орет, акия галтелая. 0А грохот такой, будто с нуряд какой артиллерийской, а Лея вовсе авиационно бомба в дом угодила. 8Еремеевна лежит не жива, не мертва. 9Постепенно все утихло. 9Полежал так Еремеевна еще щасик. 0Начала себя ошшупывать. 0Да уж все болит, да ноет. 9Руки-ноги будто ватные, не слушаются. 9Глаза открыло, вроде тихо все. 9Ни волдушки, ни шкапа, ни балалайки зверской нету. 9Посуда вся на месте, репродукция, как водится. 9Кошка на столе сидит, лапы намыват-вылизыват. 9Вроде как и не было ничего. 9Будто пригрезилось. 9Кое-как встала. 9На печь-то и вовсе с превеликим трудом взобралась, с полчаса поди карабкалась. 9Тут глядишь и возвращаться все стали кто с поля, кто с леса, кто с мастерских. 9Усталые все, веселые. 9Только и разговоров, что про лесозаготовки, да про запчасти, да про всяко-так и дизельное топливо. 9Не сразу-то и заметили, что Еремеевна не поет. 9Потом упрашивали-упрашивали, а она все ни в какую. 9Хворь, мол, ребятушки, напала. 9Не поются. 9Так и не слышали больше. 9Похворала по день недельки с две, да и приставилась. 9Хоронили как водится всей деревней. 9Как герой труда. 9У ней в палаточке медали какие-то нашли, вроде как даже сурьезные. 9А родных у нее вроде и не было, всю жизнь одна так и промаялась, так что и отписывать-то никому было. 9А уж было ли Ента на самом деле точно, однако не скажу. 9Поговаривают, будто не было вовсе никакой бабки, и что случайен тот весь как есть выдуманный. 9А что Волдушка там что-то бормотал, так это он во сне даст пьяну. 9Может ему бабка Еремеевна примерещилась. 9Вот такая, братцы, история. 8А я уж, пока все это описывал, так и не заметил, как первый снег пошел. 9Значится в природе новый цикл начался. 9Волдушкин ехсперимент 1- Русский мужик, хотя и не образован весьма, но обладает выдумкой и хитроумным образом мысли, 9и через неотесанность и смекалку часто великие изобретения 9по темноте своей и неграмотности совершает. 9Др Вильгельм фон Гессельштов 9- Путешествуй по диким окраинам 8российских областей, что не говори, а богат наш народ на мудрые мысли. 9Недаром старые люди говорят, ежели что вышло, 9'Вещь какая или случай, засегда можно все на пользу и к делу употребить, аще со смекалкой да разумием подойти. 9Старые люди, они великая сила народная в опыте житейском и кладезь мудрости. 9А как молодым ен тут опыт перенять, как ни из книжек умных, с каждым стариком от не перебеседуешь. 9Вот Волдушка и почал украхи знаний стяжать, сперва в сельскую библиотеку записался. 8Взял подшивку журналов, агротехническая мысль, и, физик-огородник, уже не помню за какой год, углубился в познание аграрной науки, 8просвещается себе. 8Почитая всю зиму с логорифмической линейкой за кульманом просидел, керосина бочки три в лампе сжег, а в сельпо все карандаши с чернилами перевел. 9Однажды по весне просит у Пашки, дай кось, Павел, мне трубочек углепластиковых, тех, что тоненькие. 9Подидко, негодные они тебе же. 8- А и правда. 1Негодные. 1- Пашка в ответ, он, как едут купцы китайские, накупит удилищ, по три целковых за штуку, телескопических, из толстых колен дудок наделает, а остальное, в чулан. 9Их там довольно уже накопилось, бери, не жалко. 9А на кой они тебе? 9- Да вот, – говорит Волдушка, – статью прочел. 1Пишут, что можно парник сделать, где помидоры по три сажения вымахивают, а сами, скачан. 9Ток мы его высоким наддоть сделать. 1Вот думают трубки юнти, в самый раз. 6Я уже посчитал все. 1- Ну, ежели скачан помидоры, то добро. 1Мы тебе пособим. 1Старые люди говорят, – не дал слова, крепись, а дал слова, держись. 9Вот Волдушка всех и впряг в сурьезный агротехнический ехсперимент. 9Чертежи к стенам прикнопили и начали. 9Сперва смастерили ящик огромадный и прочный, Волдушка говорит, чтоб сорняки снизу не пролезали. 9Потом, каркас из трубок легких и прочных сверху на ящик водрузили. 9Все накрепко, как в чертежах прописано. 9Затем пленки купили у тех же торговцев китайских на да у гривен и заршин. 9Пленка тонкая, легкая и прочно весьма, Славенко говаривал, военные технологии, не иначе. 9Ну, и напоследок, навозы лучшего привезли, с торфом, соломой перемешали, не земля, а пух прямо, и в янту конструкцию засыпали. 9Все деревни окрестные ходили напарник смотреть. 9Эко достопримечательность, выше избы вышел, пленкой да трубками с китайскими письменными паблексивот, рассада как на дрожжах прет. 9Как стариками говорится,:" У всех свершок, а у нас уже цветусь горшок. 9И янта-чудо, уже в апреле. 9Братки радуются, соседи завидуют. 9Жили бы припеваючи, да есши старики говаривали,:" Бог дал попа, черт, реставратора. 9У патуражки, виш. 3Скопилась уйма находок археологических, но и он решил не отставать, то ж научной работой занялся, растворители, пробирки, двунатриевая соль латилендиамин, титроксусные кислоты и другие бедствия. 9Вскоре в избе и вовсе стало не продохнуть. 9И вот как-то раз, свечерелось, пора чай гонять, а в избе, вонь, смрад и алхимия всяка. 9Тут Миша не говорит,:" Ай да, братки, впарник!" 9Все обрадовались, ибо с обеда не погодилось, а тут уже и накрапывать собралось, не под дождем же сидеть. 9Идут, радостные такие, впарник, самовар трехведерный тащит, шишек-мешок, чай с травами, шанишки. 9Дык, мудрость древняя, опять же, кому чаю, а кому и покрепчаю. 9Так что и четверть первоча с собой прихватили. 9Расположились, самовар раскочегрили. 8Хорошо в парнике, помидорами пахнет, тепло, дождик по пленке лап под камеш уршит. 9Благодать! 9После которой чашки неизвестно, а восхотелось Пашке посмотреть, хорошо ли коня привязал. 9Дверь парник открыл, да чуть себе сапоги не промочил. 9Изнутри! 9Прикрыл Пашка дверь и говорит дурным голосом, братушки! 9Да не как мы в небо поднялись! 9Все глядь, и точно! 9Самовар под пленку пару-то нагнал, подъемная сила образовалась и парник доверху воздела. 9Висит парник над деревней, избы внизу, огороды, громотвод как струна натянулся. 9Братки обрадовались, четверть открыли, но самовар и не гасит, хорошо так вот над деревней висеть, шанишками закусывать. 9А до ветру можно и в открытую дверь, токмы осторожно! 9Валдушка говорит, мол, и г мы, робеты, и парник и арастат в одном флакане соорудили. 9Ежели шишек хватит, да и г можем и за кордон лететь, хранцузев да гешпанцев нашей выдумкой изумлять. 9А Славинка в ответ, да не хватит нам шишек. 9А ежели и хватит, то токмы туда, а на обратно мы в ихней аглицкой природе шишек не найдем. 9Ну и хг без наших чудес обойдутся. 9Все поддержали единогласно, верно, не часу поста то за бесплатно на наши чудеса глазить. 9Пущай сами сюда заедуть, ежели надо, и за просмотр платить. 9Ну, посмеялись, допили все, шишки кончились. 8А когда самовар остыл, преспокойно в освоясь на огород и приземлились. 9Вот и повелось, что не чайпитье, то обязательно с птичьего полета. 9И всякий раз какое-нибудь да новшество, как громотвод удлинить, как шишками дозаправку в воздухе наладить, да какая система форточек-ветрил должна быть, 9чтобы коня смотреть не где-нибудь, а именно над правлением колхоза. 9Такая уж сборка у русского человека, ежели загорится чем-нибудь, так выдумка из него сама выскакивает, хоть раз зашивай. 1Так бы и вовсе в парнике над деревней жили бы, да соседи зашумели, мол, когда ветер в их сторону, то из избы выходить коверзно. 8А к осени вымахали-таки волдушкины помидоры, с кочан величиною, как не больше. 9Отяжелел парник, и не летит, однако. 9Даже в два самовара пробовали, ни в какую. 9Больный урожай велик. 9Да и пленка местами худая стала. 9Надули атаки китайцы, перехвалил Славенко ихние технологии. 9Ну да нет худа без добра. 9- По весне опять почеревничаем, – говорит волдушка, – с маринованными помидорами. 9Наплевать на Интиих соседей, с высокого парника, понимаешь ли? 9И подмигивать, хитро эдак, – есть еще, однако, интересная идея. 9Вот так и было все, ничего не приврал. 9Вся деревня видела, все достоверно подтвердят. 2А старики, хранители мудрости житейской, в первую очередь соврать не дадут, ежели не склероз какой. 9Славенко и фольклор 9И стопили, как обычно, братья баню. 3В веники с чердака, воду колодезную, настоя травяные другую всяческую гомеопатию народную снова желают на своих филейных местах испытать, здоровей поправить. 9А воротейка запоздал, заработался, да и токмо в третий пар поспевает. 9Жутко ему, наслушался от еремеевный байк фольклорных прабаника хозяина Абдериху, мол, защекочет, запарит до смерти, кожу сдерет, 9да на каменке сушить повесит. 9Славинка душе материалистической не верит суеверием да мракобесиям, а разумом славянским уважение к мудрости и опыту народному понимает. 9Ну, и взыграло геройство в тыльной части, думает, пусть и вылазит, еще неизвестно, кто кого переможет. 9Так и пошел, аки славный богатырь на Амбразуру, даже и крест с амулетами и нозами в предбаннике оставить не побоялся. 9Париться, значит, в третьем пару. 9Тот уже и расслабил его, мысли темные пар сухой разогнул, веничек мажжевелов и посбивал. 9Вдруг входит в баню потураюшка. 9Славинка радся товарищу, веничком есть кому пособить, да и не страшно вдвоем от. 9А присмотрелся, что-то не так в облике его, у славинки глаз-то ведючий. беседует эдак о пустяках, а богатырь все присматривается внимательно к собеседнику своему. 1Вдруг углядел, у потураюшки кольцо в ухе было всегда с рунами варяжскими, заговоренное, так у собеседника то ж кольцо, а руны фихуэнсус в другую сторону нарисованы, наоборот то есть. 9Тут его как водой ключевой охолонуло, да не как обонюшка пожаловал. 9А Володенька тем часом и говорит, давай-ка я тебя веничком отпохлющу. 9А Славинка, не промах, отвечет, да и как принялся с плеча да от души. 9Тот от, потурашки, прежнего облика не осталось, лежит на полу кем мужик бородатый, лохматый, обе руки левые, 9и под веничком славушкиным всей своей дохристианской сущностью звивается и орет страшенным голосом. 9Вот как и вырвусь, ас из тебя, колтун свинячий, кожурудка слуплю. 9А Славинка в ответ, один такой вырывался, дык я его за ногу, докинул за реченьку. 5Там до сих пор просек и осталось, а в верстах десяти, кратер в пять сажен глубиной. 9Так что клянись, хозяинушка, что зло мнение сотворишь, тогда и отпущу. 9Некуда деваться персонажу фольклорному от вероломства такого, поклялся. 9Сидят оба на полке, отдышаться не могут, а обиды уж и нет совсем. 9Говорит Славинка, ты чь осерчал-то так, аномалия природная. 9Брось-ка, не дуйся. 9А Баннушка погрустнел, отвечает упавшим голосом. 9- Я тут, Славинка, вишля, за одной русалкой приударил. 9Думал, в третью пару-ка слазаем. 9Теперь пешил пропало, о не народ пужливый, сам поди знаешь. 9Жалко стало Славинке Баннушка, говорит, 9- Прости, зря я в твой пар полез, всю тебе личную жизнь испортил. 9Давай что ли я тебя пивком хоть угощу? 9- Согласился Баннушка. 1Сидят оба, пивко попивают, тепленькие уже, чуть не в обнимку, анекдоты загибают, ржут обааки жеребцы на свиноферме. 9Вдруг спохватился Славинка, говорит, 9- Прости, сразу не вызнал, как от тебя звать величать, хозяинушка. 9Тот аж с полока сверзился. 9- Ты, Славинка, безумный с детства, олень недавно где мозги себе повышиб? 9У Баннушки, паранормального, пони-мышь, явление, имя спрашивать. 8По что тебе меня звать? 9Зови Баннушкой, и все. 9Стушевался Славинка, молвил, 9- Прости опять. 0Не подумал прежде. 9Дальше сидят. 9Снова шутки скабрюзные, хохот. 9И вовса, видать, сдружились. 9- А пойдем, Баннушка, 9Слава говорит, 9- Ко твоим русалкам. 9У нас и пиво ешь осталось. 9Щас их и раскрутим. 9А тут, Вишко, братья в избе забеспокоились, четверта Славинка опять не идет, уж за полночь. 9Пошел Волда проверить, не угорел ли братец в третьем-то пару. 9Заходит в баню и говорит им 9Хорош, синяки, бражничать. 9О тебе, Баннушка, я уже много раз говорил, неча людей на пьянство совращать, со своими горестями сердечными в разгар страды и битвы за урожай. 9Спать уже пора, завтра вставать рано. 9Се на коз, однако. 9Так и разогнал. 8Идут в хату, а Славинка спрашивает чуть не шепотом, 9- Ты, Волдушка, что же, не в первый раз Баннушку видишь? 9- А будто ты в первый. 9Ты помнишь, как в прошлые разы парился? 9Забыл? 9Пьяный был, говоришь? 9Да я вас каждую неделю разгоняю. 9Сидят полночи, бухают, ржут. 9Как выпьешь, так забываешь все. 2Ты да Выйдка, софтими суевериями завязывай. 9Кто опосля купал и в избу русалку притащил? 9Лыка не вязал, а все туда же, невесту, мол, себе нашел, влюбился. 9А она на лавке сидит, и с нее вода течет. 9А с лесовиком? 9Это я тебя после запоя из леса Волок, а ты говорил, давай, мол, друга моего с собой заберем. 5Это лешего-то. 9А с водяными? 9Вся деревня ругалась, вы ведь тогда чуть всю рыбу севухой своей не потравили. 9Ежели бы ты тогда пораньше протрезвел, ведь утоп бы совсем. 8Я уж про шашни твои с кикиморами говорить тебе не буду. 9Вон а, у Мишаньки спроси, он их после гнал, на силу выгнал. 9Приглянулся ты им, Вишле. 9Завязывай, говорю по-хорошему, съень теми пережитками прошлого. 9Неравен час, упырей домой в собутыльники притащишь, прости, Господи. 9Ну да ладно, не серчай. 9Пойдем, кашки поешь. 9Вот и все. 9Вот вам и гомеопатия. 9Такие вот суеверия с мракобесиями. 9Простые деревенские будни. 9ЕРЕСЬ НЕКАНЬЯНСКАЯ 9Случай этот был со мной по осени, по самому началу, аккуратно другой день, как Еремеевна померла, царствие ей небесное. 9Бабки в деревне собрались обмывать покойницу по обряду. 9Мы, ясное дело, тоже на работу не вышли, председатель на такое выходные выделил. 9Вот сидим, кто где, курим грустные. 9Ничем не заняться, все с рук валятся. 9Одно слово, горе в доме, событие неординарное. 9Мы с Волдушкой, убаяны, смотрим молча на веселое место. 9Меж нами четверть, огурчики, луковиц пары да соли щепут. 9Так и коротаем. 9Я первым мораторию на произношение нарушил, говорю, да, баушка, вот те и Юрьев день. 9- К чему и сказал, сам не знаю. 9Тут Волдушк огурчиком занюхал шумно, рядом со стаканом положил его аккуратно, полез в кисет за мохоркой. 9- Хорошая баушка была, – говорит, – Еремеевна. 9Что я угораздил вдруг? 9Как ты теперь без нее? 5Петь-то кому? 9Я в ответ, – Радиеву сделай себе. 8Опять, к чему сказал, то ли не в то горло пошла. 2Волдушка говорит, – хорошо дело Радиева, а человека от не заменит. 2- Твоя правда, – говорю, – извиняй, съязвил не кстати. 9На или еще? 9Хотел сказать, давай, мол, за фольклору, а он смолчал, ну на хрен, думаю, чей-то седни с языка лезет? 9Принял без комментариев. 9- Радиева, – Волдушка говорит, – что бы ни сделать. 1Вон хоть с моего комбика, на чердаке лежать должен. 1- Огстись! 1- Говорю, – какой комбик! 1В позатую зиму, в морозы лютые, печи пожгли. 7- Да ну! 8- Волдаш вскочил, – как пожгли. 1Ты что? 1Мой комбик! 1- Твой комбик… ты и принес. 1Вот, говоришь, братцы, от сердца отрываю. 1А ля запамятовал? 1- А помню такого. 4Не было. 6Ну ладно, а динамик где? 1Я Моховит. 4- Про динамик не знаю, – говорю, – ты вроде как без динамика в печь пихал. 1Схватил Волда огурец, убежал. 1Я себе еще налил-выпил. 9Гляжу, идет Волда, улыбается, несет плюшку. 4- Вот, – говорит, – цел динамик. 1Токма гнездо в нем птица какая-то свела. 0И правда, снизу динамик, сверху гнездо. 9- Вот диво-то какое! 0- Радуется Волдушка, – жалко и рушить-то. 9Может, пусть. 9На хрен нам е-то радиво. 9Гнездо лучше. 9Прилажу, куды-нибудь. 9Выпили по такому случаю и опять молчим. 9Правда, светлее как-то стало. 9Ишь ты, малая радость, а большую тоску из сердца гонит. 9Так на радостях четверть и приговорили. 9Тут Воротейко подрулил 9Хорош уже! 9Да и с ним еще бутыль, щас, мол, Леня Сергаянко сало притащит, посидим как люди. 9- Ну, – говорю, – вы тут сидите, а я пошел. 9Надо еще Лапнику притащить, похороны как-никак буду. 9Надо чтобы все как по обряду положено, а то обедятся еще и Ремеевна, вредничать станет. 9Вот собрался и я, портянки свежие, сапоги даже помыл, топор взял и тележку, пошел в лес. 9Во лесу плутать не стал, места знаю. 9Лапнику нарубил тележку целую, в самый раз от дома до погосту хватит. 9Сел на пенек, махарочки достал, гляжу, под самым сапогом, чуть не раздавил, груздочек черный. 9Ну, думаю, видать пошли, надо будет сходить в последний отгул, пособирать. 8Очина я уж их люблю, груздочки-тоиньте, когда соленые. 9Решил так и курю, а гриппа так и растет, прямо на глазах. 9Пока самокрутку ладил да курил, поди втрое больше груздочек стал. 9Я сижу и удивляюсь, глазу от незаметно, а как отведешь на мгновение, а после обратно на грипп, так и видно, растет. 9Глянул я на полянку, а там груздей-янтехтьма. 9И не по всей полянке, а как дорожкой в лес уходит. 9Бросил я самокрутку, сапогом притоптал, лапник с телеги выгрузил аккуратно, и ну давай груздей резать. 9Иду и в тележку груздочки складываю. 9А дорожка от всей в лес так и ведет дальше. 0Ну, я сперва тихо шел, а приноровился, так и прибавил шагу, перешел на крупную рысь. 9Сколько уж я по времени их собирал, не знаю, а телега полная, так уж все тяжелей и тяжелей бежать. 9Остановился я отдышаться, смотрю, и грузди тут кончаются. 0Добрал я остаток по карманам, ну, думаю, пора из лесу домой выруливать, солнце уже к закату. 9Посмотрел я, поглядывался, сориентировался на местности, направление выбрал, попер телегу по буеракам. 9А как скоро на тропку вышел, так полегше стало. 1Вот иду я так, радостно мне внутри, там уже ведра с солеными грибами теснятся, семь, восемь, девять. 9Вдруг, раз! встала телега, будто колеса заклинило. 9Толкаю я, толкаю ее, не идет ни в какую. 5Поднял я глаза, да так и умер весь. 9Прямо на тропке, метрах вдвух поди от телеги, стоит старуха. 9И не просто стоит, а прямо глаза мне с-под бровей сверлит. 9Все в черном, платок на голове и вкруг во шее обмотан, посох кривой в руке левой, а правой над головой поднятые пальцы в двуперстия сложные на старообрядческий манер. 9Я так и сел. 9Ну, думаю, кранты мне за жадность мою по груздям пришли. 9Ползу под телегу, стараюсь не дышать, будто и нет меня вовсе. 1Полз, полз, так в лапти старушечей уткнулся носом, телега сзади осталась. 9Нучи, думаю, сам грешил, самому и зад оголять. 9Встал, рубах оправил за пояс, пинжак от листвы да иголок отряхнул. 9Гляжу на бабку гордо, глаза в глаза. 9- Че, говорю, старое надобно. 9Библиотеку исчешали остановку троллейбусную. 9В общем, орлом держусь, труса не показываю. 1А бабка мне и говорит, не ходи во всеспатьевскую церковь, бы там ересниконская и сам дьявол. 9Во мне, ясное дело, дух противоречия атеистски проснулся, говорю, врешь, старое. 9Как там дьяволу быть, в церкви от, ежели там весь как есть Господь наш Иисус Христос один, да еще попьев лампий, и больше никого. 0Затрясло ее при тех словах, «Не поминай», — кричит, — имени сего. 9Не то с пепелю в труху. 1Хватаю я тут бабку за шиворот, доставлю на пень. 9- Щас, — говорю, — разберемся, кто ты есть. 9Крестом животворящим осенела я и, гляжу, не испарилась, стоит на пне, и даже разогнулась вроде. 9- Ну, — говорю, — раз ты вся как есть сущность человеческая, сказывай, в чем претензии имеешь к попу всеспатьевскому. 9Да гляди, не тая ничего. 9Ежели проврешься, не сдобровать тебе будет. 9Бабка видит, значит, что не шучу, ну и смирилась. 9Села на пенек, я подле, кисет достал, приготовился внимать. 9Помолчала она недолго, глазами будто бы вдаль вглядываясь, потом на меня пристально так посмотрела и начала сказывать, давно дело было, 9я еще в девках ходила об ту пору. 9А уж красавица была. 9Теперь не разглядишь, так что, верь слову. 9А хороша была несказанна, все парни давались, с вечера и до первых петухов так гуртом и ходили перед домом. 9Девки, конечно, меня зато не жаловали, сплет не пускали такие, что хуже не сочинить. 9Но я то не смотрела, в строгости себя держала, потому как к набожности приучена была с малолетства. 9В церкву ко всем праздникам, хоть и время было лихое, тайна выходила. 9Да вот беда, стал ко мне диакон присматриваться. 9Как приду, так он все на меня и глазеет. 9Мне то не в дому до времени, не к нему чая в церковь ухожу, а к Духу Святому. 9Да тут поп старый, Филарет, приставился. 9Диакон Ян тот, Евлампий, его место и занял. 9И уж как Филарета схоронили, так и вовсе бес в него вошел, давал он меня сантажировать, вот, мол, как я славу про тебя по деревне пущу. 9Я все от него как-то уворачивалась, а тут, на праздник какой-то молилась троица, да тако, видно, глубокая медитация случилась. 9Что и не заметила, как служба-то кончилась. 4Народ от весь утек, Евлампий тут подходит ко мне сзади, 9- Попалась, — говорит, — шельма. 9Так меня голосом его громовым из астралу и вырвало. 9Я — бежать. 9Ан двери-то поганец запер, и окна все то ж. 9Я по церкви бегаю, кричать бы, а голосу нет, один воздух из груди, без звука. 9А Евлампий смеется, нечестивец, орет, — но обождем, бегай покуда не устанешь. 9Сел на лавке, чакушечку сподряс и достал, выхлестал с горла. 9Я вижу, нет смысла убегать, отдышалась, подхожу к нему. 9- Чего, — спрашиваю, — надо тебе. 9А он, значит, прохрюкался с водки и говорит, — дело такое, ляжешь с шишом. 9А нет, будет тебе жизнь дальнейшая и хуже чем в геене Огненной. 9Сдам тебя порт агроколхозному как сектантский элемент. 0Волголог рядом, сила рабочая на сооружение рыбинского гидроузла очень как требуется. 9Я с перепугу язвить ему не стала, — по что тебе меня под шиша подкладывать? 9Сам-то что же не станешь? 9Он в ответ, — причин тому множество. 9Во-первых, сам я не могу по слабости своей тебя обходить, зато уж смотреть на ян-то дело люблю учено. 9А потом еще проигрался я в карта шишу и ежели не умилостивлю его, придется ему крест аналойн и отдавать. 9Так что ляжешь ты с шишом, а я, как и в писании сказано, буду рядом стоять и в собрании язычников проповедовать. 9Да мне уж и жалко тебя по правде-то, так уж и быть, сама выбирай, как и место тебе в ян-тот момент читать. 9Вот, так и было. 4Вздохнула старушка и замолчала. 9Потом очнулась будто, говорит, попьян-тот и пустил про меня после на всю, как говорится, Ивановскую. 9Пели они вместе с Порторгом на Успение, он ему с пьяных глаз и раструбил. 9А там уж, сам знаешь, как в деревнях новости ходят, скорость слуха по физике быстрее чем скорость звука. 9Так и совсем не жизнь мне в людях стала, ушла я в скит. 9Там все слезы и выплакала. 9Теперь... 9Вишь, вспоминаю, глаза сухие. 9Да я тебе рассказываю, как приглянулся ты мне, другому бы не вжись. 9И знаю еще, что через тебя правда моя совершится. 9Вот весь сказ. 9Помолчал я так минут с десять поди, да говорю бабушке, страшная у тебя сказка. 9Одно слово, темное прошлое. 9А как же правде вот через меня совершится? 9Нечто мне попав с Испатьевского, Евлампи, грохнуть, что ли? 9Так ведь грех же. 9Мне попусти Господь. 9- Да нет, – бабка говорит, – по что же гробит-то его. 9Надуть, чтобы ян, так же как и я, в слезах пожил. 9Ты вот крестик ян тот снеси при случае. 9Правда сама и произойдет. 9Взял я крестик у бабушки, старый крестик, кипарисовый, – положил в карман потайной, – ладно, – говорю, бабка, будет по-твоему, 2сделаю, как сказала. 9Прости Господи, крестик передать вроде не грех. 5Скажи только, как мне домой теперь с телегой янтой выйти? 9Встала она с пенька, посох подобрала, огляделась, солнце отсело уже, смеркается… 9То дорогой, что ты шел ко мне, до деревни твоею двадцать пять верст чапыжами, с телегой ежели, то к завтрашнему вечеру дома будешь. 8- Эх ты, – говорю я, – вот незадача. 8Че ж делать-то? 9Бабка в ответ, – так ты по чапыжам-то не ходи, а иди по юнтой тропке. 9Часа через два, в сам раз, к погосту и выйдешь. 9Я карту местности представил себе мысленно, – вот дело. 8- Говорю… 1И к меня в такую глушь забраться угораздило. 1Тут меня и оценило. 9- Твои, – говорю, – дело, бабка? 9- Мои? 9- Отвечает, – я тебя сюда и привела. 8И азартов тебе грибами распалила. 9Да ты не бойся, а не настояще, не потравишься. 9Я-то смеюсь уже… 9Ладно. 1Грузди как грузди. 9Жаль вот только, зипу свою на пеньке, видать. 0Натома оставил. 9Хорошая была зипа, настоящая. 9И заправил только. 9Так-то и не жаль вроде, да думаю, лишак непременно подберет, все он выморщить у меня ее пытался, а я не давал, боялся, 6что лес подпалит, нехресть. 8Теперь уж точно, жди беды. 9Улыбается старушонка, – но вот, – говорит, – зипа твоя, не горюй. 9В самом деле, на пеньке Натома лежала. 9Ступай с Богом до дому. 9Да вот еще… ты зачем в лес-то пошел? 9- Да за лапником! – говорю. 9- Ну так набери лапнику. 9Без него не возвращайся. 9- Ладно, говорю, наберу по дороге. 9Дотащить бы всю Янту Аказию. 9- Дотащишь? – говорит старуха, – дело правое, значит и силы найдутся. 9Взял я телегу, и правда, полна груздями, а идет легко, будто пустая. 8Пошел по тропинке, пока не стемнело совсем. 9Да и весело как-то на сердце, целая телега груздочков один к одному в засолку, братца обрадуются. 9Обернулся, стоит бабка на дороге, во след мне смотрит. 9- Прости, – говорю, – бабушка, как отзвать-то тебя не спросил. 9- А графеной, – говорит, – Поликарповной. 8- Не того ли Поликарпа, кто Еремею кузнецу старший брат был? 0- Спрашиваю. 1- Того самого. 8- Говорит. 8- Тако, значит, Еремеевна сестра тебе была? 9- Сестра! 8- Отвечает. 9- Померла, – говорю, Еремеевна. 8Вчера с утра приставилась, упокой, господи, душу ее. 9Вот как и дело. 9Ты хоть на поминки приди, Оргофена Поликарповна. 9- Знаю, – отвечает, – Мы с ней часто виделись. 5- Как, – спрашиваю, – виделись? 9Она же с печи не слезала. 9Смолчала бабушка. 8Я и выспрашивать не стал. 8Бог их знает, стариков етих, как они с нелинейным пространством общаются. 9Повернулся, да и пошел. 9Как бабка сказала, так и вышла. 9Через два часа ко всеспотевскому погосту тропка-то меня и вывела. 9А там, слышь-ка, вот дело, из Ярославской епархии комиссия какая-то приехала к попу Евлампию на предмет религии разбираться. 5Я телегу с груздями да лапником возле входу парадного припарковал, вхожу внутрь. 9Гляжу, ругается Евлампий с приезжими, да так, что иконостас с голосу его и слов, церковным стенам несообразных, подрагивает. 9- Я, – кричит, – самозванец. 9Да я вам всем хвастай понакручу. 9Да меня вам на расправы никто не даст. 9Да я столько тут уже народу отпел, что вам, на три реинкарнации, ети мать. 9Меня в округе все знают. 8И уважением принимал им пользуюсь. 9Да кроме меня никто так, барина, не играет на святки. 9Да у меня на масленицу блины самые вкусные. 9Ну и все такое прочее. 1Я сквозь толпу зевак продираюсь к нему. 9Встал, значится, в круг, поп наш гораздо руками машет, народ и расступился, и ровно пятачок такой вышел, на коем он с приезжими беседует. 9Лезу я в карман да и говорю, привет тебе, Евлампий Евстафьевич, а та графены Поликарповны. 9- И крестик от Кипарисовой в лапу ем, хлоп. 9Глянул Евлампий на него, да так и затрясся весь, слова у него где-то под кадиком будто застряли, так и повалился он на пол, да и заплакал. 9А я с груздями да лапником погрузился к шоферу знакомому, та за стакан до дому и добрался. 9А про Евлампий люди сказывали, будто и вправду не поп он вовсе, а глубоко законспирированный агент госбезопасности. 9Комиссия та его под белые рученьки взяла да и увезла в Ярославль. 9И там он будто во грехах своих раскаялся и пост Эрик принял с пожизненной эпитемьей, до скончания дней святое слово переписывать. 9Вообщем, всякое люди говорят. 9А я с тех пор в церковь в Соспатьевскую не хожу. 9Вдруг, думаю, там еще какая-нибудь ересь не Каньянская поселится. 9ПОЛЕВОЙ СЕЗОН 9ПОВЕСТЬ О ГРУСТНОЙ И ТЯЖКОЙ СУДЬБЕ СВЕТИЛА ЕВРОПЕЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ 0ЗИГМУНДА ЕРОФЕЙВИЧЕ КЛОТА 9ЮНЬ, шестнадцать, пятница, в этот самый день и свела суровая судьба Зигмунда Ерофеевича с разнотравоем. 9Впервые они повстречались по дороге в Балдере. 9Братья из магазина возвращались, а навстречу, новый приезжий человек. 9С виду худенькой, болезненной, в очках, с бородкой, видно из ентих, ентеллигентов. 9Ребята у дорожки сидят, на холстике сала, яички варены, немудрены снять, как и от приезжего не угостить. 9Так и познакомились с великим археологом З. Е. Куоттам. 9Светилом европейской археологии, доктором наук, почетным лектором Мюнхенской, Лондонской и Парижской академий, большим знатоком славянских древностей, 9а по большей части, специалистом в вопросах етицкой культуры. 9Приехал профессор на полевой работы в Балдере по направлению Академии наук. 9Но средств, понятно, не выделили, посему приехал он на раскопки один. 9На те самые курганы, что Патрашка на досуге покапывал. 9Оказалось, что ента, самый что ни на есть курганы славян и отечий. 9Пожалился археолог на горькую долю, отсутствие финансирования и равнодушие боярское, чем сильно братков разжалобил. 9Сказал, что определили его к старичку, что на окраине Балдерея проживает, и что будет весь сезон копать курганы. 9Пожалели братки Академика, гостинцев ему собрали, обещали навещать и пособить, ежели что. 9Старичок после рассказывал, мол, Ерофеич рюкзаки побросал в хате, планшет схватил, лопату, и в тот же час на раскоп убежал. 9Юнь, двадцать один, среда, солнце печет немилосердно и свирепо. 9Ерофеич, с лопухом на голове, в сапогах, с утра до темно-сшанцевым инструментом упражняется. 9Зажившая была рана на ноге, след от лопаты, стала нарывать, кашель удушающий мучает круглосуточно. 9На попытке Мишани слить в профессора кружку липового товара, аля зверобойного, тот отмахивается и говорит, что для науки стерпит любые горести и беды. 9ЮНЬ, двадцать восемь, среда, всю неделю превозмогая нечеловеческие боли в позвоночнике и покалеченной руке Ерофеич приступал к расчистке третьего уровня культурного слоя. 9В этот день Волдушка решил съездить на тракторе в Хоралово и по пути забросить археологу картошки и огурцов. 9Возле брода, на горочке, засмотрелся на девок да баб Балдыревских, полоскавших белье, и сильно зашиб трактором профессора, вышедшего помыть лопату в реке. 9Хотели его в хату госпитализировать, но он отказался, ссылаясь на срочность работы и самопожертвования ради науки. 9Его перевязали, обработали два больших фурункула на спине и помогли доковылять до раскопа. 5ИЮЛЬ, одиннадцать, вторник, по словам старика, Ерофеич полторы недели не вылезал из ямы, накрыв ее полиэтиленом и спасая от моросящего дождя остатки фундамента 9древнего жилища. 9От сырости и духоты у него усилился изматывающий кашель, и воспалилась пробитая киркой ступня. 9Пашка, по утрам прогоняя стадо мимо раскопа, помогал перевязывать Ерофеичу стертые в кровь ладони. 9Браткам профессор пожаловался, что в яме его пахнет прескверно, и выносить это тяжко. 9ИЮЛЬ, двадцать три, воскресенье 9Братья, сидя на краю ямы с утра и до обеда, уговаривали светило науке оторваться от изысканий, подняться на отвал, по-человечески пообедать, 9выпить и отдохнуть. 9Разнотравцы пили и ели до вечера, но профессор не вылез таки из ямы. 9Когда стемнело, друзья пошли к Балдеревским дояркам, а археолог продолжал работать, запалив керосиновый фонарь. 9ИЮЛЬ, двадцать девять, суббота 9У братьев сложилась забавная традиция проводить выходные возле жа под ямы, трапезничая и приглашая Ерофеича разделить удовольствие. 9Юма уже очень глубока и голос археолога слышен с трудом. 9Лишь в глубине виднеется огонек фонаря и слышится тихий кашель почетного лектора. 9По утром Пашка по привычке, проходя мимо раскопа, спускает в яму корзину с немудреной едой и молоком. 9Скоро веревки будет не хватать. 9АВГУСТ 0ПОНЕДЕЛЬНИК 9Профессор скрылся в земных глубинах. 9Пашка приспособился еду сбрасывать в раскоп, предварительно обмотав соломой, дабы не зашибить археолога. 9Балдыревский старик отослал личные вещи Ерофеича Бандеролию в Академию. 9АВГУСТ 0Среда 9После трехдневного ливня произошел небольшой оползень. 9Его было достаточно, чтоб начисто завалить раскоп. 9Братя погоревали судьбе Зигмунда Ерофеича, но все уверены, что он жив. 9Ради науки он все стерпит, и смерть его не возьмет. 9Где он, что с ним? 9Какие чудеса подземные наблюдает? 1Нам это пока неведомо. 9А вось где выйдет на поверхность и все опубликует? 9Дай ему бог сил и терпения! 9А братки так и ходят к раскопу, веселятся, у почтальонша вести и спрашивают, не слыхать ли про Зигмунда Ерофеевича Клотта. 9Страшный, да добрый, ту зиму, как я помню, всю в слободе просидел. 9Впоши хань даже и не не оведывался. 9Вышли все шабашки да приработки разные. 9Трое нас в артеле было. 9Пошка, Валда да я, рыба. 9Да так, слышь-ко, добро, одна шабашка кончится, тут же же ругую предлагают, ежели уже не дожидается. 9Так и халтурили вроде без отдыху, а и устали или нет. 9И работать от втроем весело, чай не первые годы знакомы, да и денех насшибали за ту зиму порядком. 9И вот, под конец уже, в самолете, один большой такой заказ был. 9Вспомнили, ясно дело, без нареканий в, к халяве не привыкли, глядь, а и нет больше предложений. 9Ну, мы посидели, прикинули, хошь не хошь, а целую неделю зима горить, знать сам Бог велел на Воротаевскую горку ехать, братьков своих проведать. 9А б ту пору там Славенко с потураюшком на промысел ластовались, зверя пушного бить, солонину заготавливать, да и мало ли еще забыть мужику, хошь и зима. 9Вот и порешили мы, ничемешкать, время упустишь, оно посля тебя непременно накажет, , 0пошли на ярмарку сообщи, накупили всякостей, что в деревне зимой не раздобыть, сговорились на час, да и разошлись по домам. 9На другой день чуть заря Пашка ко мне заворачивается, рюкзак огромный, выше головы, утеплился знатно, ел в дверь пролез. 8- Собирайся, — говорит. 9Ну, я-то с вечера уже готов. 9Пожидки упакованы, тулуп надел, валенки, с рукавицами оттолько замешкался, не вспомню, куда подел. 9Спрашиваю, а ты, Пашенька, что же один? 9Волдат где? 9- заболел Волда, однако. 1- Как так заболел? 1- А так вот. 9Что-то он, видно, вчерасе по поводу часу не так расслышал. 0Дак, сказывет, как пришел с ярмарки, так сразу лыжи и навострил. 9Всю ночь на яме нас прождал, три обоза да Пашихо не пропустил. 9Кутру домой вернулся, тут и слег. 9Я только вот от него, лежит, дохает. 9Ему там и травы, и мед, а он и рта открыть не может, крепко, видать, застудился. 9- Ну, ладно, говорю,… 9Вдвоем попремся. 9Пусть выздоравливает. 9Вот я собрался, на дорожку посидели, как положено, жену, деток поприветил, пошли уже. 8Только за порог, а там дядька Митяй, бежит, запыхался аж куда, , кричит, 9караеды, намылились? 9Ну-тка, стой! 9Мы ему, значится, так, мол, и так, братцев своих на горке вратаевской попроведать, гостинцев им отвезть, а от них медуда чесноку взять. 9Ну, и отдохнуть бы неплохо. 9- Я вам отдохну? 9- Митка в ответ, – ищ, уработались. 9Выяснилось, вопчем, что должно мне, непременно сейчас, записывать одну песню, и очень важную, такую, что прямо судьбоносная для всего разнотравая. 9Ну я че, верю, конечно,… 9Что ни говори, а на предмет судьбоносности дядька Митяй на три саженья глубже нас видит. 9Соглашаюсь с каждой репликой. 9Вообщем, высказал он мне все что думает, пальцем пригрозил, и думать, мол, забудь, не тот раз. 9И убег. 1Повздыхал я, тулуп скинул, мешки в угол, табак голландский к Пашке в рюкзак переложил, говорю, видать, одному тебе, Пашенька, выходит братцев проведать. 9Вот, табаку им от мого имени приничешь, а то смолят оба как к черти, так, поди, самосад уже весь приговорили. 9Привет и, как водится, передавай. 9Да, гляди, не забудь от них чесноку привезть. 9Чеснок весь вышел. 9Чесноку привези обязательно. 9- Ладно, – Пашка говорит, – про чеснок не забуду, зуб даю. 9С теми словами и попрощались. 9Вот добрался Пашка обозом до Пашихони, а там о Воротаевской горке своим ходом отить надо. 9Точно не скажешь, иной раз километров двенадцать, а вдруг гореть все тридцать верст пройдешь, какое настроение. 9Ну, у Пашки с юнтем порядок, как воздуху чистого в Пашихоне глотнул, так и заулыбался. 9Рудзак взвалил на себя, Воротник поднял ответ Рустуденного, и без заминки в сторону горки зашагал. 9Идет, значит, идет. 9Песенку про себя напевает, шаги в ритм меряет, ну и не скучно ему. 9По сторонам от дороги такая красотища, еле до сосанки лапы снежком одели, Морозец потрескивает. 9И так крепко, вишь, что аж воздух будто замерз, и все кругом словно хрустальное. 9Того гляди, дыхнешь, и рассыплется. 9Пашка идет и на всю инту красоту любуется. 9Ни одного деревца мимо не пропустит, на все присмотрит, а и шагу не сбавляет, Морозец, вишь, не велит. 9- Эх, – думает Пашка, – такое кругом великолепие и приятность глазу, что непременно надо бы зафиксировать на фотоаппарат. 9Вот бы сейчас пленочку отчелкать, да и фотографию маме в края чужедальней отправить. 9Так бы уж она была рада то красоту, хоть и не вживую, а увидеть. 9Ведь соскучилась, поди ж ты, по-русской-то зиме. 9Но с другой стороны, ежели я сейчас рукавицы сниму, да в рюкзак за фотоаппаратом полезу, а он у меня чуть ли не на самом дне, 9так я непременно руки себе отморожу. 9Тут уж не до красоты будет. 9Пожалуй, погожу маненько с фотографиями. 9Да и не последний, чай, день-зима, будет еще случай. 9Но, однако ж, та вот, к примеру, сосенка, такая уж красавица, а завтра, поди, уж и не будет такого ракурсу. 9Вот размышляет Пашка таким образом, снимать ему рукавицы или не снимать, лезть в рюкзака ли погодить. 9Тут уж и деревни все кончились, знать полдороги уже отмахал, мести совсем дикие пошли, безлюдные, и оттого еще первоздание природы и украсим шикрат во сто. 9И вдруг, видит Пашка, сидит на обочине старик. 9Прямо так в сугробе и сидит, за посох держится и волосы у него седые оки и сам снег, так по ветру и развеваются. 9Подходит Пашка к нему, здравствуй, говорит, дедушка. 9Тот ему в ответ. 9- Здравствуй и ты, внучок. 9- А сам, Вишка, улыбается, а глазами от даже будто и посмеивается, все в них искорки словно проскакивают. 9Разноцветные, как солнце на снегу играет. 5- Ты что же, – Пашка говорит, – дедушка, такой мороз, а ты вот без шапки. 8Застудишь эдак себе голову и захвораешь ведь. 9- Да я, Пашенька, – старичок ответствует, – в лесу, Виш, ходил, да шапку от и обронил где-то. 9- И все так посмеивается будто глазами. 1- Это нехорошо, дедушка, – говорит Пашка, – мороз-то вон какой лютый, совсем беда без шапки. 9Да и рукавиц от, вижу, у тебя тоже нету. 1Никакой рукавицы где-то потерял. 1Улыбается старичок, плечами пожимает. 9Постоял так Пашка, посмотрел, совсем ему жалко стало дедушку. 1- Ну тка вот, дедка, тебе мою шапку. 9Да и рукавицы тоже бери, а то, нервен час окочуришься тут на обочине, и поминай как звали. 9С теми словами надел Пашка шапку свою на старичка, рукавицы ему в руки сунул, по плечу похлопал, 9- Ну, дедушка, бывай здоров! 9- Повернулся, да и пошел дальше, – до горки Воротаевской не больше поди чем версты тричатые осталось, чай не успею колеть. 9Вот уж и ель знакомые, знать за тем поворотом уже и горка покажется. 9А митса да тага славные, такая красота, что и не сказать, дух захватывает. 9Идет Пашка, фотоаппаратом на обе стороны щелкает, радуется. 9С теми эмоциями и до родной избы дошел. 9А там с лавинка в заулке дрова колет, пыхтит-кряхтит, пара от него во все стороны клубиться. 0И Патрурашко тут же, вышел на крылечко покурить, по лицу видать, только что алхимию какую-нибудь новую спакостил, фартук грязный, физиономия довольная. 9Обрадовался Пашка, все дома. 1Входит в калитку веселый, румяный, тулуп нараспашку, фотоаппарат в руках, сразу же вспышкой замелькал, кого каким увидел зафиксировал на цветную 9пленку. 9Братки сначала испужались не на шутку, что за корреспондент, с такой нахрен? 9Слава уж и топор чуть было на вспышку не кинул. 9Ну да разобрались, узнали, обниматься полезли. 1Сразу в дом, там и самовар горячий, травы хитро заварены, блины да пироги кушать, новостями, какие есть, друг с другом делиться. 8Вот Пашка и давай нь чуть не с порога про старичка рассказывать. 6Рассказал все как было. 9И про то как шапку отдал, и про то как сам не заметил, что фотографировать принялся не то чтобы не замерз, а даже и жарко невмоготу стало, 6что и тулуп пришлось расстегивать. 9Выслушали братья повесть Пашкию, табачку гаанцкого самокруточки сладили, закурили молча. 9Пашка смотрит, удивляется, 0- Четвей-то вы, братцы, притихли. 1А ли что не так? 9- затянулся воротеюшка, выпустил дымок многозначительно, посмотрел какие очертания причудливые тот под потолком приобретает, да и молвил, 9- Неспроста все это! 8Ох неспроста! 9Володенька то ж курит молча и кивает утвердительно. 9Пашка недоумевает, да что такое-то! 9Вы хоть объяснили бы! 9- Непростой, думается мне, старичок это был, говорит воротейка, а определенно какой-то знак. 9Испытывал он тебя, Пашенька, это как я тебе говорю, верь моему слову. 9Совсем не простой старичок, а кто-то из этих... что-то, значит, должно будет произойти. 8Пашка аж побелел весь при тех словах. 9- Да что же такое, ребятушки? 9Что же теперь будет-то, а? 9- Да ты не бойся! 9- Владя успокаивает, -"Ты ведь правильно все сделал, шибки не пожалел, голову отморозить не побоялся. 9Да и испуг от у тебя только сейчас пришел, а это значит, что все ты сделал как нельзя хорошо. 9А ежели где шапку свою и рукавицы найдешь безлюдно, ну, к примеру, хоть на крыльце, то это и вовсе очень хороший знак. 9Так что нынче ложись спать вон на печку, там тепло, быстро уснешь и наутро уж и вовсе другими глазами все увидишь. 9Вот неделя проходит. 9Мы с Валдушкой да Стравьим Сергеем в репетиционный чай гоняем, блины с капустой горячие и всякое такое прочее. 9Входит Пашка. 9Веселый как всегда, румяный, здоровьем от него так и пышет, сразу видно, на пользу ему в Воротаевскую горку съездить пришлось, 9и ну давай тут же про старичка нам сказывать все как да прежь здесь описано было. 9Мы слушаем, удивляемся. 9- Так вот, – Пашка говорит,- и верно, знак ентат хороший был. 9Я ведь как приехал, так шапку с рукавицами дома нашел. 9Как и оказались то тут ума не приложу. 9- Ну и чем же хорош знак от? 9Валдушка интересуется, – как прояснил то? 9- Так ить, – Пашка ответствует радостно, – где шапка с варежками, там и извещение лежало на энную сумму, мама прислала с исторической родины. 9Вот они, родимые. 9Теперь и мечту свою давнюю смогу осуществить, проведу телефонизацию жилплощади. 9Вот и продюсер столичный тут кстати тоже неспроста, а очень хороший знак. 9Ну, мы все радуемся вместе с Пашкой, удивляемся эдаким мистическим событиям. 9Точно, непростой старичок был. 9Взглянуть бы хоть на него, какой он, знаковый дедушка-то, интересно, наверное, постречаться. 9- Вот, – Пашка говорит, – я теперь научена всяким таким хитростям. 9Теперь ни одного знака не пропущу. 9Всем добро делать буду, так что еще лучше заживем. 8В смысле денежного эквиваленту. 9- Ну, это ты сгоряча! 0- Волдушка встревает, – так совсем нельзя! 0- Да уж это точно! 9Так со знаками не обращаются! 8- Травен молвят, – они ведь все наскорось видят! 9Могут осерчать не на шутку. 9Я киваю согласно. 0- Верно, Пашенька, от добра добра не ищут, неспроста в народе говорят. 9Да ты чеснок-то привезли! 0- Продолжение грядет. 0- Верно!